Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о перспективной, современной, нынче модной культуре сорга. Мой доклад будет о соргогумаевом гибриде колумбовой траве. Вот вы видите её у меня на участке. Сегодня давайте поговорим о её биологии, о характере распространения и особенностях агротехники этой культуры. Посмотрите, высоту эта трава достигает больше 2,5 метра, больше 3 даже, наверное, метров. Сейчас мы с вами видим фазу цветения данной культуры. Её ареал достаточно широк. У нас в Курской области суммарный приход эффективных температур 2550 градусов. Этого достаточно, чтобы культура колумбовой травы вызрела. Чем она отличается от суданской травы, от других своих аналогов? Тем, что данная культура, именно колумбовая трава, является многолетней. Начнём с вами с корневой системы. Давайте подойдём с вами посмотрим. Корневую систему. Корневища колумбовой травы очень глубокие и мощные. Сейчас мы не можем выкопать вам, продемонстрировать это. Но она настолько пластичная и их устойчивая культура, что борьба её за жизнь, она засухоустойчивая. И к влаге она относится очень хорошо. Чтобы своими корнями потреблять больше влаги, вот она делает воздушные такие вот корни. Это в условиях засушливого периода помогает ей собирать росу и питать траву таким образом водой. Дальше эти же корни, вот они, они дорастают до земли и дают дополнительное укрепление. Вот они же, видите, эти корни из узла выходят и дают подкрепление растению в момент, когда дуют сильные ветры, либо идёт сильный ливень, чтобы защитить её от полигания. Видите, там же, где корень, мы видим почечку. Это почечка, точечка роста, то есть при укосе травы она отрастает вновь. Чем, значит, характерна и хороша данная трава? Данная трава, значит, она теплолюбивая. Её широкое распространение не получилось. Почему? Потому что люди хотят всё и сразу. Она имеет свои особенности. Допустим, конечно же, вот такая 3,5 метровая трава, если растёт на поле, ни один сорняк ей не страшен. Но, когда семечка начинает прорастать из почвы, она очень маленькая, очень тоненькая и очень уязвима к сорным растениям. То есть, грунт, на котором выращивается данная культура, должен быть идеально чистым. Только тогда мы получим полноценное развитие данной культуры. Данная культура очень отзывчива на удобрения. Это и листовые подкормки, и корневые подкормки. Мы проводили опыты, давали фоновое удобрение 60 кг действия вещества. Но по листовому анализу, по анализу тканей этого растения, у неё вынос идёт 120 кг действующего вещества. То есть, это интенсивная культура. И вынос у неё практически как у сахарной свёклы. Дальше. Вы видите вот это растение. Это растение, которому третий год. Третий год. Это одно единственное растение, выросшее из одного семечка. Тут где-то 17 продуктивных побегов, которые дают семена, которые дают укосную массу. Вот у неё начало цветения. Вот это именно сейчас фаза, когда её можно скосить. Но можно было скосить её недели-две пораньше. Соответственно, сделать подкормку. И она бы дала к октябрю месяцу второй урожай отавы. Второй был урожай. Был бы с более тонкими стеблями и более многочисленные. Данную траву можно использовать на корм скоту. В виде травяной резки. Она виселосуется. Анализ химического сустава показал, сравнивали мы её по питательности с кукурузой, что она в полтора-два раза питательнее кукурузы. По перевариваемому протеину и биологически экстрактивные вещества. И зольность у неё повыше. У неё тоненькие стебли. Это даёт меньшее количество клетчатки, чем в кукурузе, в этом толстом стебле. У неё большее количество листьев, чем на единицу у кукурузы. То есть она в этом плане её превосходит. Более того, она двухукосная. Но если нам нужно произвести с неё семена, собрать, то, соответственно, укос мы не производим. Вы увидели, что вот оно, одно растение, как оно распущено. Соответственно, мы, когда делаем по агротехнике и её сеем, мы должны учитывать, что ширина междурядья, если район с увлажнением, вот Курская область, осадка в 550 мм приходится за вегетационный период. Да даже не за вегетационный период, а за год. Ведь вегетационный период только лето и частично осень. А год у нас длинный. Это и зима, это влагозарядка, и осенние дожди, это влагозарядка. Но нет, соответственно, за вегетационный период, это может быть миллиметров 200-350 в зависимости от лета. Соответственно, этого увлажнения, достаточное увлажнение, соответственно, мы сеем культуру шириной междурядья 45 см. Но если идёт культура засушливая, в засухоустойчивых районах сеется, если мы её сеем на семена, то я рекомендую ширину междурядья делать 70 см. между рядками, и чтобы обрабатывать эти междурядья, и чтобы в культуре было раскрытие свой потенциал. Дальше. Что мы можем сказать о листовой поверхности? Листовая поверхность у неё такая узенькая, тоненькая, то есть, сберегающая, экономно расходующая влагу. Вы видите, листики чистенькие. Культурой данной я занимаюсь более 25 лет. За все эти годы, за все эти годы у нас в Турской области каких-то поражений культуры, только в холодный период времени, в начале роста, иногда бывает септериоз нижних частей листьев. Вот, вы видите, чуть-чуть. Вот он, этот септериоз, но он не фатальный, то есть, если нужно вести обработку, то, соответственно, в начальные фазы провести. А так листики чистые до самой верхушки. Дальше. Никогда не было головнёвых у неё поражений семян. Иногда, когда были затяжные похолодания в период схода семян культуры этой, иногда может шведская муха повреждать росточки, конечно же. Дальше. Данная культура, видите, после наступления фазы кущения, интенсивный рост у неё наступает. Интенсивный рост связан с нарастанием, это в Турской области, в температурных условиях, примерно с 1 июля начинается у неё интенсивный рост до фазы трубкования и начала цветения. Вот и самый интенсивный рост, и приходит у неё ухосная спелость. Семена созревают где-то в сентябре месяце. Посмотрите, как цветёт метёлочка. Метёлочка цветёт сверху вниз. Сверху вниз. Вот они, чтобы вам видно было. Вот, навела камеру. Есть цветочек, состоит из мужских цветочков. Это однополые растения. Но там мужские цветочки и женские цветочки. В этой литературе есть широкое описание у колумбовой травы и у суданской травы тоже. Женские цветочки и мужские цветочки. Для чего я это говорю? Когда идёт созревание семян, то мужские цветочки, отцветая, образуют плёночки прозрачные. И эти прозрачные плёночки засоряют ворох зерна. Соответственно, нужна аспирация, хорошая просушка зерна и очистка от этих мужских плёночек, которые, ну, чтобы зерно лучше хранилось, имело лучший товарный вид. И натура зерна, соответственно, не засорялась этой легковесной примесью. И при посеве нормы расхода тоже были учтены. Кстати, посев мы проводили из расчёта 30 килограмм на гектар. Масса тысячи семян, я вам скажу, это 7-7,5 граммов. В зависимости, ну, в среднем 7 граммов у верхней третьей метёлочки семена более выполнены, нежели чем у нижней третьей метёлочки. Если мы видим, что верхняя треть метёлочки сейчас цветёт вовсю, то нижняя вот только начинает зацветать, вот только с верхушечки начало цвести, до низа ещё цветение не пришло. Опыляемое оно ветром. Вот. Дальше. Даже даёт из боковых пазушек также она выдаёт траву, зелёные листики. Это всё говорит о хорошей облистренности растения, о пригодности её к использованию. Что касается, давайте поговорим о многолетности данной культуры. В Курской области зимы долгие. Зимы начинаются с ноября месяца и заканчиваются концом марта. Температура, средняя температура января бывает минус 17. Трава выносит заморозок до минус 5 градусов. Но, так как трава теплолюбивое растение, не нужно ждать в почве, как перезимует это растение. Потому что за зиму почва уплотняется, за осень позднюю и раннюю весну почва засоряется. И агротехнические мероприятия по рыхлению почвы, по одновременному уничтожению сорняков, по внесению удобрений. Если корни находятся в почве, это всё затрудняет обработки, всё удорожает производство. Соответственно, я рекомендую. И сойдёт она только, когда температура почвы прогреется до 10 градусов. Поэтому 20-летний опыт по перезимовке показал, что целесообразно данное корневище выкопать на зиму. И хранение её самое примитивное. Там не нужно особых параметров влажности, температуры. Даже заморозки могут хранилище посещать до минусу 5 градусов. Она, корневище, точка роста выдерживает. Корневище само выдерживает и более низкие температуры. Оно выдерживает и 17 градусов, но перемерзают точки роста корневища. Поэтому мы выкапывая, храним его. Далее весной вынимаем корневище из хранилища на яровизацию, на небольшой прогрев солнцем. Опять же, ночные заморозки ей не вредны. Корневище огромное. Корневище занимает площадь 20-40 см в глубину и также в ширину. Соответственно, этот конгломерат по весне можно также разъединить на посадочные единицы и посадить по отдельности. Здесь также задача инженера и агронома вместе, чтобы приспособить рассадо-посадочную машину к этому механизму. Разделяя корни, мы получаем... Это гибрид, скажу вам, сорняка гумая с суданской травой. Но, в отличие от гумая, она сама не распространяется. То есть, зима, зима холодная, она убивает эти корневища, и мы не имеем это продолжение растения, если мы его не перехраним в хранилище. Но вот эта мощность, вот эта гибридная форма, естественный получается эффект гетерозиса. И мы имеем нерасщепляющийся гибрид. За 25 лет гибрид никогда не распался на родительские формы. Вот так он в данном случае проведен различными НПО в своё время. Есть различные сорта этой колумбовой травы. В данном случае мы имеем сорт Надежда Востока. Трава, так это сорт называется. И поэтому его характеристики совпадают с описанием данного сорта. Что ещё можно сказать про эту траву? Трава подвергается всем видам переработки на корм. Её можно стравливать как зелёную массу, но не путём выпуса, потому что видите, какая она высокая, а именно скашиванием и измельчением. Её можно по, опять же, делали мы по химическому составу, и химические элементы, входящие в траву, то есть содержание сахара, белка, оно позволяет культуре превращаться в силос, делать из неё сенаж, делать из неё зелёные гранулы на корм скоту, и вегетирует она до наступления заморозка. То есть в заморозах проводят десекацию этих листьев. Заморозок, допустим, в Курской области может наступить только в октябре. Уже от холода естественные травы, они уже не вегетируют. А полноценная оттава данной травы, она у нас вот примерно вырастает до двух метров, и это уже не такие толстые, не такие они и так не толстые, жёсткие стебельки, они уже более тонкие, более облиственные, ещё, то есть более питательная будет зелёная масса тем, что своей тонкостью, структурой на осени крупному рогатому скоту это прекрасная будет витаминная добавка, подкормка. И вот эти вот зелёные части растения, конечно же, если мы делаем два укуса, то уже корневище слабое, оно не предназначено для хранения. Только семенные посевы, только выращивание культуры и семена даёт нам и генеративную, и корневище на хранение. Если мы забираем её только на зелёную массу, то есть не получаем семян, то мы, соответственно, её эксплуатируем один год. Так её на размножение и на семена возможно использовать долгие-долгие лета, потому что вы делите колумбовую траву на посадочные единицы, и каждый раз она возобновляет свою вегетацию. Благодарю за внимание. Мой доклад окончен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...